Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Главная тема этой недели. Алтайские депутаты большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов. 40 народных избранников выступили за введение кодов, 26 против. Один депутат не голосовал. Все результаты будут переданы в Госдуму. Это необходимо, чтобы федеральные парламентарии учли мнение региональных коллег. Рассмотреть законопроект о QR-кодах депутаты Госдумы должны до конца года. Кто-то поддерживает решение местных депутатов. Так, например, главврачи ковидных госпиталей региона на неделе обратились к народным избранникам с просьбой проголосовать за новые ограничения. Свои подписи под документом оставили медики из Бернаула, Бейска, Новоалтайска, Славгорода и Благовещенки. В то же время барнаульские торговые центры уже начали отказываться от системы QR-кодов. Они сознательно идут против системы, чтобы спасти свой бизнес. Речь идет о крупных торговых седях. И действительно, против законопроекта о QR-кодах были многие алтайские предприниматели, которые сейчас терпят колоссальные убытки. За последнее время от них поступило два обращения к депутатам. Под каждым документом подписалось более 300 человек. Все они просят отменить QR-коды, которые, по их словам, не решают проблемы с коронавирусом. В отдаленной перспективе мы видим серьезные угрозы свободе личности, демократии. Выродиться это может в различные сюжеты контроля за перемещением человека. В конце концов, человек не вовремя заплатил налоги, не погасил вовремя кредит, сделал не тот репост. Давайте отключим его от QR-кода. Здесь даже мы выступаем не столько в поддержку предпринимателей и бизнеса, сколько по фундаментальному вопросу ограничения свобод гражданина. По словам председателя правового комитета в АКЗС Дениса Голобородько, наш край пока единственный субъект в России, который внес в перечень предложения для Госдумы поддержку бизнеса на федеральном уровне. Но есть регионы, которые самостоятельно принимают меры для помощи предпринимателей. К примеру, в соседнем Кузбассе депутаты скоро будут рассматривать вопросы снижения налоговых ставок, уменьшения налога на имущество и возврата части денег из ранее оплаченных средств. Предложения алтайских депутатов несколько иные. Основные предложения – это медицинские, которые касаются вообще порядка работы именно с QR-кодом, с этих двух первых штриховым кодом. Это уровень антител. Обязательно нужно учитывать при выдаче этого QR-кода. Соответственно, нужно учитывать медотводы. Нам нужно четко систематизировать тему выдачи медотвода, и он тоже должен давать такие же штриховые коды, чтобы гражданин мог их использовать. Кроме того, тема предъявления паспорта. Если есть госуслуги, если есть система идентификации, давайте введем в этот код фотографию гражданина, чтобы он мог не предъявлять свой паспорт, а спокойно не переживать за его предоставление непосредственно охраннику или кому-то еще. Кроме того, мы единственный регион, который предлагает и меры поддержки бизнеса. То есть пропорционально. Если мы принимаем ограничения, то, соответственно, у нас должны быть определены меры поддержки бизнесу из федерального бюджета. Но вот это ряд предложений, которые мы, собственно говоря, уже обсудили с коллегами, включили в проект данного постановления и предлагаем учитывать при принятии законопроекта Государственной Думы. Мы говорим об упорядочении общественных отношений в сфере, когда у нас возникает сложная эпидемиологическая обстановка. Вопрос не присвоения каждому QR-кода, а вопрос предоставления возможности посещать те или иные объекты в условиях, когда у нас есть ограничительные меры. Это самое главное. Второе. Ну, никто еще не предложил другого инструмента. По сути, это инструмент для того, чтобы мы могли спокойно продолжить обычную жизнь без угрозы для жизни и здоровья. Кроме того, если мы говорим о принятии данного законопроекта, то нас не интересует тема, там, коорганизации или нет. Нас интересует тема сохранения вообще, в принципе, устоя, который сложился и для того, чтобы у нас не было никаких локдаунов. Поэтому, когда многие пытаются спекулировать на этой теме, мы задаем четкий вопрос. Вы, собственно говоря, сегодня все-таки за то, чтобы мы нормально жили и как-то вышли из пандемии? Или просто мы против, потому что есть определенное общественное мнение, и сегодня его надо подсобрать и использовать в политических целях? Вообще вопрос пандемии нужно решать комплексно. И тема введения этих ограничительных мер и QR-коды как инструмента для посещения – это лишь одна из долей. Естественно, тема вакцинации, она здесь на первом месте стоит. Жалобы на введение QR-кодов поступают и уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции. Как считает Борис Ларин, ограничения, которые действуют сегодня, гораздо мягче, чем в начале пандемии в 2020 году. Речь, например, идет об обсерваторах для прибывших из других субъектов. Здесь у алтайского омбудсмена вопросов больше. Что касается QR-кодов, как пояснил Борис Ларин, часто в обращениях больше эмоционального, чем конструктивного. Если никого не обидеть, от неадекватно эмоциональных до тех, которые реально хотят вдумчиво разобраться в правовой линейке принятых этих решений, обоснованности этих решений с точки зрения конституционного права. Есть 55-я статья Конституции, есть приоритет права на жизнь и права на охрану здоровья. Также уполномоченный по правам отметил, что поступающие жалобы на QR-коды выглядят однотипными и как будто выходят из одного центра, якобы меняются лишь фамилии авторов. Завтра в России День Конституции – это основной документ, гарантирующий права и свободы граждан. А 10 декабря прошел Международный день прав человека. В последнее время в связи с ограничениями из-за коронавируса вопрос прав людей приобрел особую актуальность. Многие люди считают, что принимаемые меры приводят к расколу общества, где-то даже дискриминации, ограничению прав на передвижение и доступ к культуре, образованию и медицине. Так противоречат они или нет в условиях пандемии Конституции России и просто здравому смыслу, обсудили с известным алтайским юристом, правоведом, консультантом, экспертом Общественной палаты Алтайского края, руководителем Организации по защите прав потребителей Людмилой Жгун. Ну давайте начнем, наверное, с вами с такого общего вопроса. Вот на ваш взгляд, в сегодняшний день мы живем в нормальном, адекватном вообще правовом поле? В принципе, мы живем в правовом государстве и у нас главенствующий закон – это Конституция Российской Федерации. Далее у нас идет по вертикали – это и гражданский кодекс, и идут далее федеральные законы, подзаконные акты. И поскольку я прямое отношение имею к потребителям, да, то я не могу и сказать, что действует у нас закон, это закон о защите прав потребителей, который в рамках сейчас имеет очень большое ограничение именно для потребителей, именно в рамках, говорим сейчас, этого закона. Но я не исключаю, что и рамки гражданского кодекса, потому что договора, публичные договора, они прежде всего регулируются основополагающими нормами права. Вот по вашему мнению, какие документы, законы сейчас ограничивают права и свободы наших людей? Здесь вот надо смотреть, в чем же причина такого ограничения. Если говорить о том, что у нас вот уже на протяжении двух лет создалась такая ситуация о том, что мы все ограничены, вынуждены это соблюдать, так или иначе, рамки ужесточаются, ограничения. Но, к сожалению, наверное, наши потребители и наши граждане к новым условиям начинают искать какие-то подходы, какие-то вот, наверное, особые мероприятия, чтобы как-то не быть уже ущемленным в своих правах. В частности, я что хочу этим сказать? У нас, наверное, дистанционные покупки сейчас стали, да? Если граждане, которые сейчас ограничены у нас в правах, я могу это сказать, что те, которые не желают поставить себе какие-то медицинские препараты, то фактически они могут приобретать это дистанционно. А нарушение именно прав, вот говорить о том, что лишен он покупки, не лишен покупки, здесь сложно говорить, потому что если это не состоялось личное заключение публичного договора, а у нас нормы ГК говорят, что это, когда заключается договор, пробивается кассовый чек, это уже публичный договор, то здесь, естественно, есть возможность, альтернатива, да, приобретение товаров иным способом. Но как это будет сказываться потом на тех, кто это продает, ну, время покажет. Ну, то есть, с одной стороны, люди находят компромисс, да, вот этим всем ограничением пытаются как-то в этих условиях сохранить некий баланс жизни. С другой стороны, есть ряд мер, ну, которые так или иначе, если я вас правильно понимаю, сказываются на нашей жизни и ограничивают нас в правах. Конечно. Если даже взять статистику, вот буквально мы отчет подаем о проделанной работе, да, о количестве поступивших, у нас жалоб на покупки, качественные продажи, о наказании услуг, то вот если взять статистику в сравнении с прошлым годом, где-то она у нас снизилась на 70-80%. То есть, я думаю, что это не потому, что люди перестали, как поступать именно жалоба, жаловаться на ненадлежащие оказанные услуги, либо это на покупку ненадлежащего качества товара. А, наверное, просто они перестали вообще это покупать. И поэтому очень возникает проблема именно, наверное, у предпринимателей, скорее всего, да, потому что падение покупательского спроса, это уже сказывается, естественно, на работе всех предпринимателей, юридических лиц. Если вот сейчас тот законопроект, который решается вопрос о внесении изменений, который может вступить в силу с 1 февраля 2022 года, то, естественно, процент людей, которые хотят получить услугу вне территории России, он, естественно, будет падать и будет ограничен. Людмила Алексеевна, ну вот сейчас очень активно, на днях, ну все об этом знают, будут рассматриваться предложения в федеральный закон по введению QR-системы. Во всех регионах идет обсуждение, в том числе с общественными палатами. И вот где-то регионы так активно достаточно привлекают общественников, народ к этому обсуждению, а где-то, на мой взгляд, все так несколько, ну, срежиссировано, что ли, да, и какие-то изменения, они, ну, такие очень точечные, в целом система не меняется. Как вот вы оцениваете работу в этом смысле в нашем регионе? Как у нас проходит это все? 19 ноября я участвовала, была приглашена на совещание, где проводилось обсуждение общественной палаты Алтайского края. Но как-то так мое это мнение, что получилось обсуждение именно, в частности, вопросов, что нужно сделать, да, это у нас там были конкретные предложения от некоторых лиц, но фактически-то вопрос-то спускался на обсуждение именно законопроекта, его именно соответствии нормам права. Ну, вернусь опять, как у нас один представитель, да, он депутат собрания, он сказал, что поскольку законопроект проходит определенную экспертизу, то фактически ему уже дана правая оценка. И поэтому здесь, ну, мы можем что-то посоветовать, что-то подсказать, ну, конкретно предложений, я, именно, если говорить, вот опять такая у меня почему пауза получилась, если говорить о том, что один из участников указал на то, что увеличить компенсацию, да, предпринимателям, которые несут сейчас убытки, ну, я здесь не знаю, я не могу это поддержать, потому что это государство, это не бездонный карман, да, нужно выходить из этого по-другому, да, какие-то меры иного характера принимать, а не то, что жить с протянутой рукой. Предприниматели, наверное, они могли бы и сами себя обеспечить. Ну, вот, кстати, предприниматели, они активнее других категорий сейчас пытаются там где-то выступить против той же системы QR-кодов. Я знаю, что уже два обращения они подготовили к нашим парламентариям. Вообще их чая не слышат, на ваш взгляд? Очень трудно сказать. Очень трудно, но надеемся, потому что, наверное, Россия, она всегда все слышит, все видит, и я думаю, что очень радует, что сейчас, вот я просто ночью, вчера ночью, днем читаю все события, которые происходят у нас в Государственной Думе, и очень радует, что выступают, в том числе и один из наших депутатов выступил с определенным документом, даже очень неожиданно, и я даже горда за такое выдвижение и высказывание, что именно это касается вопросов, там, связанных вот с медицинской точки зрения. Зрение, я нисколько не хочу, чтобы подумали, что я там в состав, нет, я не медик, я этого не беру, я просто именно говорю о справовой точке зрения, потому что если это действительно эти меры так необходимы, что, ну, надо потерпеть, затянуть пояс и, как говорится, исполнять то, что нам говорят, но опять исполнять то, что нам говорят, ну, наверное, со здравым смыслом. Вот вы сейчас сказали о здравом смысле, ну, в завершении интервью, наверное, тогда такой вопрос. Вообще, принимая законы, на что нужно опираться, что нужно учитывать, помимо каких-то вот, ну, сугубо юридических аспектов, на ваш взгляд, правовых. Какой был человеческий фактор? Мы сейчас все оказались и за, и против, кто да, мы идем в одной, живем в одной лодке, и поэтому нам дальше жить. И именно федеральные законы, которые будут приниматься на высшем уровне, нам с ними жить. И поэтому очень тщательно нужно их смотреть. Я думаю, что те граждане, те наши депутаты, которые будут их принимать, они, как пословица говорит, 10 раз отмерь, а потом один раз отрежь. Прививать алтайских подростков от коронавируса начнут до Нового года. Вакцина «Спутник М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет, уже скоро поступит в наш регион. Такую информацию нам подтвердили в пресс-службе Краевого Минздрава. Вакцину «Спутник М» Минздрав России зарегистрировала в конце ноября. В необходимости вакцинировать детей 1 декабря губернатора края убеждали представители медицинской общественности. По их мнению, с каждой волной COVID-19 заболевают все больше несовершеннолетних, и далеко не всегда заболевание протекает легко. Кроме того, для окончательной победы над вирусом коллективный иммунитет должен превысить 90%, то есть без детской вакцинации этого показателя не добиться. Между тем, оценивая комментарии на данную тему к постам в соцсетях, можно сказать, что многие родители подростков не хотят прививать детей от короны. Люди опасаются возможных последствий для здоровья. В Минздраве региона подчеркнули, что вакцинировать подростков будут исключительно с согласия родителей. Правда, начиная с 15 лет, подростки вправе самостоятельно принимать решение о прививке. Добавим, что ряд экспертов допускает, что непривитые школьники будут переводиться на дистант. На этой неделе Барнаул посетил полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Это его первый после назначения визит в Алтайский край, во время которого он знакомился с ситуацией в регионе. Что посетил полпред, на что советовал обратить внимание, и какие еще значимые события произошли в политической жизни края, расскажем далее. Высокопоставленный гость полпред президента в Сибири Анатолий Серышев прилетел в среду. С главой региона Виктором Томенко они обсудили социально-экономическое развитие региона, реализацию нацпроектов и злободневные темы. Обеспеченность края углем, предоставление жилья детям-сиротам, ситуацию с коронавирусом. Ведь осенью на Алтае рост заболевающих опережал среднесибирские показатели. Полпред посоветовал губернатору провести анализ ограничительных мер и жестче их контролировать. Кроме того, Серышев посетил завод «Ротор». Это предприятие оборонной промышленности, но в нем успешно работают на гражданский рынок. 40% продукции – это бытовая медицинская техника, аппараты для сельского хозяйства. Совместные планы Виктора Томенко обсуждалось с представителями общественной палаты. На этой неделе в правительстве состоялась традиционная декабрьская встреча главы региона и экспертов-консультантов. Это уже третья наша встреча, то есть это уже говорит о регулярности некой взаимоотношений и, соответственно, работы. И, конечно же, это влияет дополнительно и конструктивно на работу общественной палаты. Год назад участники подняли 11 тем. Совместную деятельность обе стороны оценили как продуктивную. Виктор Томенко подчеркнул, общественная палата активно включалась в темы вакцинации, поддержки бизнеса, развития региона и принятия краевого бюджета. Организовывала на своей площадке слушания и дискуссии. Конечно же, и со своими инициативами общественная палата выходила. Мы прекрасно помним подход к уточнению и выходу на окончательную редакцию закона об ограничениях по продаже алкогольной продукции в многоквартирных домах. Губернатор оценила большой вклад палаты в проведение сентябрьских выборов. Работу 4,5 тысяч общественных наблюдателей организовали так, что в результатах голосования сомнений не было. А два представителя палаты прошлого созыва в этом году стали краевыми депутатами. Это признание жителями. По достоинству на этой неделе оценили коллектив краевого театра драмы. В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Звезда театрала». Лучший региональный театр. Алтайский краевый театр. Символично, что такая большая победа пришла в год столетия учреждения. Во время его празднования губернатор Виктор Томенко говорил, что театр выдвинут на престижную премию. И вот финал. Глава региона поздравил коллектив и зрителей в своем инстаграм. Директор театра драмы Любовь Березина поблагодарила всех сразу после вручения. Когда мне вручали эту статуэтку, это, конечно, невероятное счастье. Счастье того, что мы поставили не точку в праздновании столетия, а поставили такой яркий восклицательный знак. Особенность этой премии в том, что победителей путем голосования определяют зрители. В номинации «Лучший региональный театр» у нас было два конкурента – из Ярославля и Севастополя. Но поддержка алтайских жителей перевесила, и алтайский драматический в итоге – «Лучший региональный театр». Анастасия Дороган, День с толком. Аграрный сектор края нуждается в новых бизнес-проектах. Об этом заявили участники научно-практической конференции, посвященной вопросам технологического предпринимательства. О том, как обстоят дела со студенческими бизнес-проектами, расскажет проректор по экономической работе Аграрного университета. Если говорить свою оценку, то эти обороты набирают. Сегодня большинство вузов как регионального, так и федерального значения запускают такие проекты, как стартапы, дипломы, и начинают развивать такое движение у себя в университетах. Я думаю, с позиции руководства топ-менеджера вузов в этом направлении количество стартапов в ближайшее время должно увеличиться. Ребята идеи, с одной стороны, берут из реального сферы экономики, от реальных заказчиков. Другую часть проблематик мы даем в вузе, имея собственную научную наработку тех проблематик. А некоторые темы вообще рождаются из голов студентов, которые носят эксклюзивный новый характер. Сегодня актуально стоят вопросы по цифровизации различных производственных процессов, в том числе управленческих аспектов, разработке проектов в сфере агробиотехнологий, имеют перспективу. Тот активный студент, который загорелся своей идеей, он не смотрит на те преграды, он все равно идет, добивается своей цели. Потому что яркий пример наших студентов, когда ребята взялись инициативные группы, разработали проект под руководством ведущего преподавателя и дошли до финала и презентовали благополучное на конкурсе технопарке Сколково. И, кстати, прошли в полуфинал, ну, к сожалению, не вышли в финал, но это все равно значительный показатель. Мы, со своей стороны, развивая инфраструктуру вузи, стараемся им помогать в части нахождения бизнес-ангелов, менторов, каких-то, может быть, заказчиков, да, конкретных разработок под их тематике. Для того, чтобы они могли в дальнейшем реализовать свои стартапы именно в практическом производстве. Результаты проверки по громкому ДТП на железнодорожном переезде в Тальменском районе станут известны до конца года. На сегодняшний день в крае обсуждают вопрос повышения безопасности переездов. О новых фактах трагедии, в которой погибло трое детей, и о том, появится ли все-таки на злополучном месте шлагбаум в специальном репортаже Софии Яценко. Как она в это время попала? Все удивляются просто. Всегда же все останавливались. Или она что-ли так летела на скорости, не знаю. Превысила скорость, проехала на красный, забуксовала. Жители сел Луговое и Наумова продолжают гадать, что могло случиться в тот роковой день на железнодорожном переезде. Напомним, 29 ноября легковушка с пятью пассажирами влетела под снегоуборочный поезд, который протащил Тойоту несколько сотен метров. В результате происшествия трое школьников погибли на месте. Двое выживших, второклассник и его учительница, которая управляла авто, до сих пор находятся в больнице. Отчество, как у вас? Александра. Александра у нас? А дата рождения у вас? Куда ехал? Дата рождения, скажите. Спустя почти две недели после громкой аварии появились те, кто решил рассказать свою историю, которую косвенно связывают с ноябрьской трагедией. По словам сельчанки, за пару часов до ДТП она вместе с мужем переезжала через переезд. И их автомобиль сильно подбросила. Ну это было первый раз за всю бытность. Я не знаю, почему именно вот так. Но накануне шли бураны, снег. И причем бураны при теплой погоде. Естественно, снег, наверное, скомковался и подтаял, и немножечко... И получились, как бы, может, обледненные кочки. Но подбросило нас так, что если бы я была не в ремне, я бы стукнулась головой потолок машины. Однако фотографии, сделанные железнодорожниками за несколько дней до аварии, а также 29 ноября, говорят об обратном. Переезд был полностью подготовлен, очищен от снега и наледи. Другое дело его технические особенности. А когда он будет ровный-то у нас? А, вы имеете в виду, здесь кривые? Здесь есть возвышенность? Вот я сейчас поехал, у меня днищем цепляется. Вот он чистый, но днищем цепляет. У нас кривая здесь. Он не может... Так вы примите ее. А днища должна быть выше другой. Вы примите или сделайте авиадукт здесь? Одна... Это не мы делаем. А тут еще и автомобильная дорога есть. Тут нет возможности на стилу ложить ровно. По горизонтали. То есть это по правилам? Да, это техпаспорт переезда. То есть тут по-другому технология не выполнится. А для того, чтобы безопасно его пересекать, что для этого требуется? Просто проехать со снижением скорости. Не надо лететь на переезде, просто потихоньку проехать. К слову, у переезда достаточно дорожных знаков, предписывающих снижение скорости и остановку. Кроме того, звуковая и световая сигнализации исправны. Просто я так думаю, что человек не следил ни за поездами, ни за звуковой, световой сигнализацией. Не следил. Отвлекался, видать, на что-то. Я так думаю, что, скорее всего, просто было отвлечение ее. Потому что нельзя не услышать этот звонок, нельзя не увидеть. Как посмотрите, очень прекрасно видно, как светофор работает. А это кадр съемки с камеры видеонаблюдения, на котором видно – в левой руке у водителя мобильный телефон. А между тем, с этого места до ЖД путей остается несколько секунд езды. Вот он созвенел. Три минуты до прибытия поезда – три минуты. Забуксовало или слетело, или сломалось. Можно элементарно выйти за это время и вывести ребятишек. Можно это сделать. На сегодняшний день в крае свыше 200 железнодорожных переездов. Большая часть из них оборудована световой и звуковой сигнализацией. Около 30 оснащены шлагбаумом. На 25 установлено устройство заграждения. Переезды делятся на четыре категории интенсивности движения. Тот, на котором произошло ДТП, относится к последней. То есть с самой низкой активностью. А значит, для установок дополнительных элементов, говорят железнодорожники, оснований нет. Переезд не попадает, так скажем, в те нормы, чтобы там был установлен шлагбаум и систему УЗП. Для того, чтобы все-таки там он появился, необходимо, чтобы интенсивное движение выросло, ну, как минимум в три раза. Также, по словам пресс-секретаря ведомства, ответственный контролирует каждый переезд. Вот только в случае с Тольменским районом, сколько знаков и шлагбаумов не поставь, безопаснее не станет. Грубое нарушение правил дорожного движения со стороны автомобилиста в данном случае. И если автомобилисты будут грубо нарушать правила дорожного движения, не помогут, поверьте мне, никакие шлагбаумы и даже систему УЗП. Впрочем, железнодорожники отмечают, что самые безопасные переезды – те, над которыми возведены путепроводы. Такой есть в Рибрихинском районе, следующий может появиться и в Панкрушихинском. В Тольменском, по мнению специалистов, строить такой нецелесообразно. Шлагбаум тоже не обещают. Прокуратура города и края на этой неделе утвердила обвинительные заключения сразу по двум резонансным делам, которые произошли в этом году. Первое касается убийства сотрудника полиции. Речь идет о громком преступлении, которое произошло в июле этого года. Участковый по Ленинскому району приехал домой к обвиняемому, чтобы вручить мужчине повестку. Ранее судимый гражданин выстрелил в голову полицейского, от чего тот скончался, а затем злоумышленник сжег и служебный автомобиль. Уголовное дело направлено в Алтайский краевой суд. Добавим, погибшему было всего 39 лет, у него остались жена и трое детей. Еще одно дело, которое направят в суд, связано со страшной аварией на проспекте Строителей, которое произошло в августе. Житель Барнаула, 2000 года рождения, двигался по проспекту со скоростью около 120 км в час и сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сегодня отмечается Всемирный день футбола. Этот вид спорта прочно вошел в нашу жизнь и стал для множества людей хобби, развлечением, а для некоторых и профессией. Наш регион подарил немало игроков, которые вошли в состав известных клубов страны. А между тем, этот вид спорта, считают ряд экспертов, находится в удручающем состоянии, хотя для его развития и принимают меры. О состоянии и перспективах алтайского футбола в специальном репортаже Дмитрия Дроздова. Очень сложно сказать, что играли сегодня в футбол, потому что в поле, прошу прощения, конечно, в таких порядках невозможно играть. Не то, что комбинировать, даже организовывать атаки. Потому что на таком покрытии показывает тот футбол, который мы пропагандируем, ну очень сложно. И поэтому я вам желаю именно городу приобрести, наверное, покрытие искусственное. Только ленивый не кидал камень в адрес спортивных чиновников края из-за состояния поля на стадионе «Динамо». Но сюда же можно отнести и отдельные тренировочные базы, которых, к слову, не достает. Я вот недавно побывал в Краснодаре на их базе. То есть, ну там космос, ну просто космос, это, не знаю, какая-то другая планета, как будто я приехал. И там еще старая база, скажем так, идеальна, а там уже строится новая. Там настолько все структура выстроена, мне очень понравилось, что там есть и молодежная команда, есть Краснодар-2, и Фанел-1 играет, и есть главная команда. То есть, там настолько все это по ступенькам, то есть, ребенок, все, вот-вот-вот-вот-вот он идет. То есть, нет вот этой пропасти. Изношенная инфраструктура – лишь одна проблема алтайского футбола. Упирается она, конечно, в первую очередь и в деньги. Дефицит средств игроки команды мастеров ощущают и на собственном кармане. Например, бюджет барновского клуба «Динамо» по большому счету не менялся более 15 лет. А это резко ограничивает возможности ездить на сборы, улучшать тренировочный инвентарь и повышать зарплаты игроков. Команда, по мнению тренерского штаба, превратилась в донора для других клубов. Объективно команда выживает. Мы прийти не имеем никаких возможностей. Много разрушаем критики. Все это в итоге не может не влиять на игровой тонус команды. В Кубке России доходили до элитного раунда. А в чемпионате держимся в серединке. Менять ситуацию сложно. Но все-таки возможно, считает наш известный уроженец. А сегодня и комментатор Матч ТВ Михаил Меломед. Он советует барновским клубам объединиться и совместно развивать футбол в Алтайском крае. Мне кажется, если работать в одном направлении, всем дружно, понятно, что у всех своя дорога, что у всех своя судьба, у всех все по-разному. Но если в целом видеть, что ты не должен во главу угла ставить соперничество, а кооперацию, содействие взять как общий курс, мне кажется, что у нашего региона будет большой успех. Еще один острый вопрос, по мнению местных футбольных экспертов. Пропасть между спортивной школой и главной командой края. Чтобы ее устранить, нужно выстроить структуру организации развития спорта. От академии и футбольных школ до молодежных и впоследствии взрослых команд. Тогда и юные футболисты будут уверены в перспективности занятий с мячом и не будут стремиться как можно быстрее покинуть Алтай. Недавно, кстати, в Барнауле в поддержку детского футбола открыли академию «Динамо» и школу «Льва Яшина». Это голы алтайских футболистов премьер-лиги. Всего в элитном чемпионате играет 8 наших игроков. Это значит, что несмотря на все сложности, а нередко и вопреки всему, парни остаются преданными футболу и вырываются на вершину российского футбола. Сейчас у молодого поколения, если не получается заявить о себе через клуб, есть только одна возможность попасть в большой футбол. Успешно играть в турнире Лига Бро. Многие скауты или по-другому агенты по отбору спортсменов смотрят этот турнир. Лучших приглашают в профессиональные клубы благодаря турниру Лига Бро. Кстати, Соболев, Камилов как-то играли в этом турнире. Ну, прям последний это вот Кирилл Чурсин с командой «Снежный Барс». То есть он отлично проявил себя в первой части. Его увидели, пригласили на просмотр молодежную команду «Сочи». И, соответственно, он там закрепился, подписал контракт. Инфраструктурные преобразования, уверяя чиновники, уже начались. Так, на трансмаше скоро должен появиться специальный манеж, где смогут заниматься и юные, и взрослые футболисты. Правда, на сегодняшний день только исследует грунт для будущего строительства. Когда же в содержание команд государство будет вкладывать большие деньги, вопрос остается открытым. В период пандемии о спорте думают в последнюю очередь. Отсюда команда мастеров остается на одном из самых низких уровней по результативности в стране. Одесский спорт во многом финансируется из родительского кошелька. Впрочем, не стоит отчаиваться. История мирового спорта знает немало примеров, когда самые выдающиеся звезды выходили из самых низин. Пусть и нашим игрокам в этом смысле повезет. С Днем футбола вас, земляки! Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя. Мне же остается напомнить телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok